О, здорово, ты добрался до дна этой дыры. Крули. СИМ! Эта игра не оставляет никакого выбора. Но, по сути, ты можешь лишь пойти да посмотреть то, что тебе уготовано. И как бы ты ни поступил, ты увидишь то, что тебе нужно увидеть. Если только, как женщина сказала, не нажмёшь выйти в меню. Смотрите, мы даже дальше не можем пройти. Серьёзная комната. Коробки. Вы можете отойти в сторону? Never the end. Вздыхает. Какие были времена, Стэнли? Я бы всё отдал, чтобы это повторить. Как нам быть? Я хочу пройти вот сюда, но мне не дают. Мне бы ещё один раз кнопочку нажать пробела, чтобы прыгнуть. Но не дают. Не дают. А, стоп. Мы бы сюда можем пойти? Точно! Идём, 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 идём. Так, стоп. Что я не припомню? Этой части зоны памяти? Стим? Что это? Что там внизу? О, нет, боже, нет. Стэнли, тут собрались отзывы в Стим, онлайн-сервисы по продаже игр. Несколько лет их не видел. Даже представить не могу, что там накопилось за это время. Наверняка все эти отзывы тоже восторженные. Не уверен, что-то не так. Сейчас будут гнобить игру. Не смог заставить себя доиграть до конца. Рассказчик противный и не смешной. Не смешной! Юмор и диалоги скорее раздражают, чем веселят. Не смешной! Да я не пытался, я пытаюсь создать произведение искусства. Я бы мог, конечно, написать шутеек для Стэнли Парабл. Вот только игра так плотно забита глубокими философскими размышлениями, что я не представляю, куда бы я смог их упихнуть. Это очень смешно. Здесь самая дичь собрана. Интересно, это реальные все отзывы? Короче, через 9 лет эта игра решила, так сказать, поиграть с отзывами об этой игре. Чувак, наверное, чей отзыв только что вставили сюда? Радуется пипец. Почему они все размыты? Почему я... Ну это плюс, это хороший вот... А, вот. Давай-ка посмотрим, что в этом. Идея у игры хорошая. Тем, кто любит нелинейные игры, такая назидательность быстро надоест. Назидательность? Стэнли, я что, похож на проповедника? Если похож, скажи мне честно. Ну и ну. Вот сюрприз, так сюрприз. И я, если честно, всегда полагал, что диалоги в игре получились скорее лаконичными. Ты бы знал, сколько всего я вырезал из игры, чтобы она стала такой легкой и воздушной. Ну, мне так казалось. Может, я ошибался? Ой-ой-ой. Какое жуткое теперь остается воспоминание. Останется черная метка на моем, в остальном безупречном послужном списке. Это... Это провал. Я подвел людей. Возможно, Стэнли Пара была не такая безупречная, как мне казалось. Печелька. Печелька. Голос очень расстроился. Он такой расстроен, что... Зачем? Поставьте лайк, пожалуйста. Ну, хотя бы видос с этим, чтобы голос не так грустил. Пойдемте сюда, я так понимаю... Блин. Оттуда уже пути назад не будет. А тут оно что? Постоянно приходится ждать, пока рассказчик успеет высказать свои пространные наблюдения. Вот бы сюда кнопку пропустить. Кнопку пропустить? А что? Думаю, можно добавить. Если я и правда многословен, то возможность промотать чуть-чуть вперед не повредит. Особенно если она позволит избавиться от всех негативных отзывов. Я всегда все сделаю для игроков в Стэнли. Да, будет кнопка. Да будет кнопка пропустить. Все. 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 Мы не можем выйти. Вот она. Давай, попробуй. Она переносит вперед во времени, поэтому, если мои разговорственные тебя утомят, жми на кнопку. О, вернулся, видишь? Тебя заморозило всего на пару минут. И как раз хватило, чтобы я произнес длинный монолог, полный излишней цветистых изречений и долгих размышлений о природе выбора в видеоиграх. И да, я считаю, это было одно из самых глубоких моих размышлений. Да уж, друг мой. Что-то я совсем заболтался, не правда ли? Но в этом и есть сила кнопки. Если вдруг я погружаюсь в себя и свои мысли, а до нажатия, и вот, уже все закончилось. Скорее бы показать эту игроку Куки 9. И посмотреть, изменит ли он оценку на Стим. Или хотя бы свои формулировки. Хотя, я даже не знаю, можно ли редактировать свой отзыв. Наверное, стоит узнать, как работает Стим. Возможно, надо было сделать это. Ну да, ладно, понятно, он хочет, чтобы я нажал. С возвращением, Стэнли. Должен сказать, кнопка с каждым разом проматывает все больше времени. Последний раз был, пожалуй, минут 30, может 45. Потерпеть, конечно, можно, но... Вижно, я сам с собой говорить не могу. Стэнли, 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 больше не жми на кнопку. 12 часов прошло. Тебя просто заморозил. Не знаю, почему паузы все дольше, но не точно все дольше. А из этой комнаты никак не выбраться. О, Стэнли, ты вернулся. Ты вернулся. Силы небесные, можно с кем-то поговорить. Стэнли, прошла... Прошла неделя, посмотрите на цветок. Или даже две. Я все время просидел здесь. Просто сидел молча все эти дни. Ты скажешь, а что в сущности изменилось? Где папоротник? Ты ведь и так всегда молчишь, пока я болтаю. Разве в обычное время мы выступаем не в тех же ролях? Разве что-то изменилось от того, что ты меня не слышишь? Еще как, Стэнли. Это совсем другое дело. Ничего похожего. Потому что ты как будто пропадаешь, когда нажимаешь кнопку. Вот что я понял, Стэнли. Оказывается, мне важно знать, что кто-то слушает. Ха-ха, это очень смешно. Здравствуй, это ты вернулся с возвращением. У меня было время подумать о тебе, о нас. Обо всем, через что мы прошли. Много времени. Я перестал считать дни через год. Ты когда-нибудь сидел на одном месте без движения целый год? Сейчас я тебе опишу. Сначала есть только чувство тоски. Переживание бесконечных упущенных возможностей. Я очень долго не чувствовал ничего, кроме тоски, Стэнли. Дни и месяцы слились в пелену сильнейшего желания изменить... Короче, понятно. Интересно, есть терпеливые игроки, которые... Он, походу, сдох от старости. О! Есть ли реально такие игроки, которые дождались? Неужели там прям реально записывали такое огромное количество контента, фраз его, изречений? Я не знаю. Вот интересно, на самом деле. Послушать было бы все это. Еще раз. Опа. Что это значит? Часы упали. Эта штука пищит. Двери нету. Никуда не пойти. Ладно, давайте еще раз нажмем. Но они не понимали, что игра не должна была веселить. Она была со смыслом. Она обращалась к самой природе человека. Где наши штуки? Эти шуточки стинали они. Скрипели зубами, требовали. Развлекайте нас! Мы переместились обратно. В начало времен. Что происходит? Теперь не могу нажать даже. Не страшно. Что? Она выдвинулась? Окей, снова. Конец это не конец. Это не конец. Это не конец. Это не конец. Конец это не конец. Конец это не конец. Он говорит это напрямую. То есть он именно записывает это. Слышите? Он старается говорить одинаково, но это все не повторение. Это он читает. Нет, уже видимо повторение пошло. Конец это не конец. Какой-то момент нас вернет в самое начало, и мы пройдем все заново. Но в другой последовательности возможно. О, боже мой! Сколько же времени прошло! И уже нет его, чтобы рассказать, сколько конкретно времени прошло. О! Как приятно! Немного стало как-то светлее на душе. Что ж, попробуем еще раз. Мы ждем, пока все это здание разрушится. Но кнопка почему-то все еще исправно работает. Вот! Красота! Эта штука даже уже перестала мерцать. Представляете? Все, конец света настал. Как жутко. Как же жутко все это. Где папоротник, я спрашиваю? Ведь он основная суть истории. Что там? Блин, это стремно. О, нет, кнопка все. О, боже мой. Что произошло с этим зданием? Пустыня. И вот мы оказались в Эмиратах. Да, как я сейчас. Я и есть Стэнли. Это и есть свобода. Ну какая же это свобода? Я умру. Я умру через час. Потому что жарко. А где вода? В какую сторону идти? Солнце... Вот там восток получается. Погодите. Солнце садится на западе. Ну, может быть, это оно встало. Непонятно. Если оно встало, то мне точно хана. Потому что оно сейчас еще... К часам к 12 станет вот так вот. В зенит. Погодите. Опа. Игра вернула нас обратно. Он молчит. Он молчит. Телефон. Он всегда был? Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мы подтверждаем 1327 карборд-боксов к вашему месту работы. Вы можете проверить, что это правильно? Да. Отлично. Твой ордер будет скоро. Это что-то интересненькое. Голос реально умер, а мы вернулись обратно. Оп! Новый, новый контент. Ага, ты заметил мой знак. Да, я приготовил для тебя кое-что очень классное. То есть прям сейчас будет что-то новое? Было бы забавно, если бы он такой хоп и обратно бы сейчас нас потащил. New content написано наоборот. Лифт. Хорошо. Он сейчас не будет возмущаться насчет лифта. Видишь ли, Стэнли? Я размышлял о Стэнли Парабл. И о том, как сильно эта версия ультаделюкс не оправдала ожиданий. Оригинал был по-настоящему великим, и любые новые материалы должны были держать в планку. Так что забудем эту чушь про делюкс, я предлагаю пойти дальше. И поэтому с гордостью объявляю о мировой премьере. The Stanley Parable 2! 4, 2, 7. Вот видишь, разве это не лучший жалковый ремейк из пары крошечных дополнений? Ты только представь, как можно развернуться в нормальном сиквеле. Абсолютно новый опыт, история с нуля. Столько возможностей, сюжет может пойти куда угодно. Вот чего действительно хотят фанаты. Да, мне им нравится. Я даже не успел стать еще фанатами игры, мне уже новый контент дают. Такое ощущение, как будто я много чего пропустил вот там, в начале. До нового ультаделюкс контента. Блин, они еще издевательски так назвали ультаделюкс, а я не подумал, что это действительно смешное название для дополнения. Типа, делюкс экстрим эдишн 3.0. Что в таком духе надо было? Так. Эн, короче, вот сюда идите. Звучит куда лучше Стэнли Парабл 2, чем Ультаделюкс. Согласен? Что вообще значит Ультаделюкс? А вот Стэнли Парабл 2, это уже настоящее заявление. В таком названии сразу слышно. Прогресс, инновации, долгосрочный потенциал франшизы. Такой он угарный. Это потрясающе, мне очень нравится. Они вернулись, две двери. Стэнли Парабл 2, это маркетинг, да, они уже готовят, смотрите, новый контент вышел, новый контент, часть вторая, входит в продажу, короче. Стэнли Парабл 2, они подбирают через генератор логотипов, логотипы новые. Мне нравится вот этот особенно, два, две римские цифры. А вот этот Стэнли Парабл 2, второй вариант, как будто бы Макс Пейн. Почему-то мне напомнило, я не знаю, так это или нет, но что-то мне в памяти всплыло. Вот он, вот он, пап, продикнут, что с ним? Вот что с ним? К тяжелу, если что, я еще сам не до конца знаю, чем будет Стэнли Парабл 2. Но посмотри на пару фич, которые я приготовил специально для нее. Я подумал, что если, если набросать несколько интересных концепций, игра сама сложится вокруг них. Сама себя создаст. Разработка игр это больше магия, чем наука или там логика. Опа, новые идеи нам сейчас покажут, а мы не можем посмотреть. Новый контент, целый автобус нового контента. Такое ощущение теперь, как будто эта игра реально бесконечная. Стэнли Парабл 2. Вот, пожалуйста, давай попробуем новые фичи. Вот почему игра спрашивала в самом начале, что играли мы в Стэнли Парабл уже или нет. Если бы мы играли сразу, то нам бы тут же, наверное, показали новый контент. Вот этот ультра-делюкс. Сейчас же мы сначала, нам пришлось именно просто поиграть в эту игру. Она была не столько, как будто игра, а сколько вот именно про человека, который манипулирует, какой-то там контроль разума. Блин, сколько мест, куда мы можем пойти. Это реально вторая часть. Пойдемте сюда. Надо вы эпилог добавить. Как думаешь, что это? Да, чтобы он был после... ладно, это мы потом продумаем. Это мы? Collectibles. А, тут можно коллекционки всякие собирать. А там что? Вот сюда. Здесь получите. Короче, что-то новенькое. Чемпион мира по настройкам. Нам сюда нельзя. Папоротник! Это не он. Это не папоротник. Извините. Честно сказать, вот с этим я еще не решил. Думаю, что в новой версии в офис можно добавить украшения и шариков там. Только вот, не знаю, лучше поправляйся или тебе уже целых двенадцать племяшек. Ты как думаешь? О, ну давайте выберем. Э, поправляйся. Бывает, что только спросишь чужое мнение, как тут же понимаешь, что уже сам давно определился. Да, такое бывает. Значит, тебе уже целых двенадцать племяшка. А если бы я выбрал это, то он бы вот эти шарики запустил. Что за племяшка? Что за племяшка? Это кто такой племяшка? А вообще-то, может быть, стоило выбрать... Нет. Все, решение принято. Идем дальше. Что? Музыка? Стэнли Парабл часто жаловались, мол, она противоречит сама себе. Она, мол, порождает в игроках чувство безвыходного отчаяния. Но я рад сообщить, что хорошенько это обдумав, я нашел элегантное решение для этой фундаментальной проблемы. Это успокаивающее ведро Стэнли Парабл. Каждый раз, когда ты берешь это ведро в руки, тебя откутывает чувство спокойствия и свободы. Серьезно, пока ведро у тебя в руках, все внутренние противоречия Стэнли Парабл кажутся несущественными и даже приятными. Ты даже можешь соскучиться по мягкому прикосновению когнитивного дизонанса, пока ведро будет у тебя. Честно говоря, это решение куда удобнее для меня, чем переделывать игру, делая ее не такой дискомфортной. Ты представляешь себе, какой это геморрой? А, вот ведро, это идеальное решение. Давай попробуй. Давайте попробуем, ребят. Может быть, мы действительно почувствуем легкость и вот это вот умиротворение и, скорее всего, силу Земли, не знаю. Чувствуешь? По твоему телу даже в самой безвыходной ситуации разливается теплое чувство неги. Я даже позволю себе сказать, что ведро делится с тобой капелькой своего обаяния. С ведром в целом становишься чуть привлекательнее, как человек. От ведра вообще одни плюсы, не правда ли? Все это и многое другое ждет тебя в Стэнли Парабл 2. Боже мой, боже мой, боже мой. Идемте. Играть. В Стэнли Парабл 2, наконец-таки. А ведь его даже не анонсировали. Кто-нибудь выдает приз за самое милое ведро в видеоиграх. Если его нет, то стоило бы придумать. Игра даже еще не анонсировала выход второй части. Только был делюкс, а тут внезапно хоп. Вот бы так реально разработчики всех игр делали. Такие, это дополнение, всего лишь маленький DLC, а ты его скачиваешь, а это целая новая игра. Вот так вот качаешь какое-нибудь дополнение, там, не знаю, улучшение текстур в Half-Life 2. А бац, а это оказывается Half-Life 3. Представляете? И ты берешь в руки ведро и чувствуешь себя немножко спокойнее, зная, что это невозможно, что вряд ли Half-Life 3 когда-либо выйдет. Эх, куда нам нужно пойти? Кнопка с именем игрока, запустившего игру. О, боже мой. Что это значит? Какая кнопка? Иди. Где кнопка? Где кнопка? Кнопка? Нейм, имя. А, погодите. Для Stanley Parable 2 я спросил себя, а чего вообще хотят игроки? Помимо ведра, видимо, первый и самый очевидный ответ они хотят получить признание и одобрение. Поэтому первым делом я добавил в игру кнопку, которая произносит имя игрока. Правда, здорово? Ну, конечно, давай. Джим. Прости, я должен был пояснить, пока на кнопке просто написано Джим. Но в реальной версии, в релизной версии на кнопке, конечно, будет написано твое имя. Но пока представь, что ты Джим, чтобы полностью ощутить возможность этой функции под играми. Тебе понравится. Окей, начнем. Сделай глубокий вдох и очисти свой разум. Забудь о том, кто ты такой и просто стань Джимом. Я Джим. Я хочу, чтобы представил, что такое жить как Джим. О, я проснулся и выпекаю, Джим. Смотрю на себя. Джим, спать и есть как Джим, влюбляться и горевать как Джимхам, хвататься за соломинки и как Джим наблюдать, как твои мечты рассыпаются в прах. Ты чувствуешь, ты стал Джимом по-настоящему? Если да, то пройди вперед и нажми кнопку. А, я Джим. Погодите, а что если... Черт. Я Джим. Джим. Да, видишь, вот так дела. Вот так дела. Это был ты. Кнопка была про тебя. Давай, давай, еще разок. О, во второй раз даже круче. если бы даже в Стэнли Парабл 2 не было других новинок, она бы уже стоила своих денег. Давай-ка передохнем вот этот Джим кнопку и эмоционально истощен после настолько личных переживаний. Ну, 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 ковбой, иногда, знаешь ли, можно стать чересчур Джимом. Я пока уберу Джим кнопку. Нет, я хочу быть Джимом. Нет, я Джим. Джим, Джим. Нет, кто же я теперь, если не Джим, я теперь безымяннее этого ведра. У него даже есть название ведро. Что это? Сейчас мы всю игру посмотрим, получается, всю новую игру. Пожалуй, я разрешу только людям по имени Джим играть в Стэнли Парабл 2. Тогда их кнопку не придется доделывать. Там еще и мерч есть даже. Опа, ведро. Мы уже сюда поднимались. Теперь куда нам нужно пойти? Давайте, что ли, попробуем пойти новое легкое достижение, которое можно получить. Ну, давайте попробуем получим здесь. Очень бесплатное и очень клевое достижение. Так, дерните рычаг и получите ваше достижение. Больше никаких ачивов. А теперь кое-что важное. Помнишь сломное тестовое достижение, которое случайно осталось в игре? Нет. Я работаю на технологии, которая выдает тебе достижение. Подходишь к рычагу, тянешь его, и тебе выдается достижение. Проще не бывает. Давайте, я хочу достижение. Ой, видимо, надо было уточнить, что технологии еще в работе. Пока что достижение напрочь сломано. Я же не волшебник, Стэнди. Но я обещаю, что починю его в Сиквеле, чтобы наконец успокоить буйных фанатов по всему свету, которые все горло требовали эту фичу. Дорогие игроки, мы вас слышим и непременно все сделаем. Черт тебя дери, машина, выдающая бесплатные халявные достижения. Ты не выдаешь ничего. Погодите, а это все? Ну, что там внизу? Может, я могу это починить? так, я здесь не помню, куда я дальше пошел. Мне надо бы посмотреть прохождение. Так, вот, нашел какого-то ютюбера и я вам покажу, ребят, чтобы, может быть, вам тоже интересно, как дальше проходить. Итак, что еще? Какие еще экспонаты мы пока не видели? Мы не видели дыру бесконечную. Вот сюда нужно пойти, точно. Здесь мы уже точно были с вами. Пойдем вот сюда. Что за бесконечная дыра? Лампа, извините, лампа мешает. Встань, послушай, какая у меня замечательная идея. В играх такого еще не было. Это дыра, в которой можно падать бесконечно. Поближе, может быть? Да-да, бесконечная падение. Секундочку. Чуть-чуть. Можно падать до конца времен. Сюда не пойти. Невероятный скачок вперед для всей индустрии. хорошо, хорошо, что мы врубились, куда идти, потому что я уже такое ощущение, как будто везде бы... Ой, простите. Кофе. Кофе очень вкусненькое. Пошло в обратно. Бывает такое. Ты пьешь кофе и в ответ получаешь икоту. Это вот равновесие должно восстановиться. Ты когда что-то отдаешь, ты что-то получаешь взамен, понимаете? Очень умный Евгений. Вообще, я не понимаю, что это я про кофе говорил. Я его не пил. А кто его пил? Кто пил кофе-то? Ладно, короче, этот чувак прям пипец как достал. Невозможно его слушать нормально. Сейчас сами разберемся. Итак, что еще? Какие еще экспонаты мы пока не видели? Мы не видели дыру бесконечную. Вот сюда нужно пойти. Точно. Здесь мы уже точно были с вами. Пойдем вот сюда. Что за бесконечная дыра? Неужели это будет? Стэнли, послушай, какая у меня замечательная идея. В играх такого еще не было. Это дыра, в которой можно падать бесконечно. Да-да, бесконечное падение. Можно падать хоть до конца времен. Сюда не пойти. Невероятный скачок вперед для всей индустрии. О-па-па-па-па-па. Ну что, давайте попробуем прыгнуть. Ведро. Если что, я его вот так вот переверну, и оно сработает как парашют, что-то типа того. прощай. Мы падаем. Понимаешь, разве не чудесно? Одна из гениальнейших моих задумок, скажу честно. А теперь, раз уж ты посмотрел на бесконечную дыру, можешь нажать на кнопку телепорта вернуться наверх. И мы продолжим. Нажми, чтобы вернуться на поверхность. Опять надо нажать! Как в самом начале. Не хочется никого торопить. Но я бы рекомендовал нажать на кнопку телепорта и вернуться наверх. И если это возможно, лучше бы побыстрее. А почему быстрее? Она же бесконечная. Куда нам торопиться? Он снова хочет, чтобы мы нажали. Ладно, не знаю, как бы выразиться помягче, но я, видимо, немного преувеличил бесконечность этой дыры. Это очень, очень глубокая дыра. Однозначно, это крайне глубокая дыра. Не хочу, чтобы вы говорили, мол, дыра не слишком глубокая. Еще какая глубокая? Бесконечная дыра? Смотря на, что ты зовешь бесконечную. Можно сказать, что бесконечность по природе своей иллюзорна, она скорее... О, здорово! Ты добрался до дна этой дыры. Ты меня раскусил, Стэндель. Я лжец и обманщик, а ты такой умница. Но я думаю, дело в том, что тебе необычайно нравится падение. Какой нормальный человек захочет вечно падать. Я думал, что глубины дыры кому угодно с головой хватит. Не, я не просчитался, я проблема в тебе, а не я просчитался, а проблема в тебе. Что-то мы разгорячились. Кажется, мы оба наговорили лишнего. давай забудем и договоримся называть дыру почти бесконечно. Хорошо, ладно, как скажешь. Если ты согласен, то нажми на кнопку телепорта, чтобы вернуться наверх и пойдем дальше. А я подожду тебя наверху. Стоит ли мне? Стоит ли мне? Ну, я так понимаю, мне больше некуда? Или везде есть куда пойти? Надо выбрать подходящий кирпичик. Ну, а быть, реально надо выбрать подходящий кирпич? Я сейчас постучу по одному из них. На самом деле, я сюда просто клацаю на клавиши. Я сижу в офисе. Этого всего не происходит. Я спятил. Я спятил, все, я иду. Отлично, теперь мне хочется показать еще больше идей для сиквела. Типа... Ой, да что ж за... Видишь? Я же говорил, проблема в тебе. Проблема в том, что ты слишком любишь дыры. Это ненормально. Нормальный человек сказал бы... Да, это явно бесконечная дыра. В такую можно падать до конца времен. Не стоит им проверять. Ну, нет, нет, нет. О, нет, нет, нет. У тебя какое-то странное. Ой. Она стала меньше. О, дыра. Не показалось тебе покороче на этот раз? У меня такое ощущение, что на этот раз ты провел в ней поменьше времени. Да, согласен. Да, согласен. Дыра получилась не бесконечная. Но я не думал, что настолько. Ну что ж, повторюсь, делать нечего. Если решишь, что дыры с тебя достаточно, жми на кнопку телепорта, я буду ждать наверху. Наигрался? Я немного волнуюсь. Столько всего еще нужно рассказать и показать. А дырой я уже по горло сыт. А я нет! Ну вот, кто бы мог подумать, ты опять в дыре. Если теперь все это... Ого. Ладно. Да. Я начинаю убеждаться, что дыра не только не абсолютно бесконечна, но что-то она с каждым разом все менее бесконечна. Полагаю, что мы дошли до точки, когда называть дыру бесконечной будет некорректно. даже по весьма гибким маркетинговым стандартам. Что здесь происходит? Стэнли, я не могу объяснять изменчивую природу глубины дыры. Не могу объяснить. Давай попробуем вот что. Прыгай обратно наверх, посмотрим, стала ли дыра короче. О, ну вот. Мой позор на бан раскрыт. Дыра не то, что не бесконечна, это уже и не дыра толком. Скорее впадин или даже дерзкое углубление. Но я прыгну. Почему тебе до сих пор интересно? Я знаю, ты фанат дыр. Но мне казалось, такая глубина даже тебя оставит равнодушным. Но не мне судить. О, курки. Занимайся своими делами. А как будешь готов, жми кнопку телепорта. Она не жмется, извините, не работает. Хм. Что, кнопка телепорта не работает? Ты уверен? Нет, я и правда не знаю, в чем дело. Только что работа. Попробуй еще раз. Не работает. Че, никак? Что ж, тогда... Тогда, видимо, мне остается только одно. Пока. Прощай, Стэнли. Тебя так и тянуло к дыре. И теперь ты проведешь в ней больше времени, чем мог предположить. Все довольны. Ты останешься с Дэрой, а я смогу заняться чем угодно еще. Не бросай меня, мужик! Бывай, Стэнли. Надеюсь, вы с Дэрой отлично проведете вместе целую вечность. Да что ж все это значит? Что ж что ж это значит? Джи-джи-джи-джи-джи. Нет. Что? Кнопка скип. Есть такая кнопка? Продолжить. А, черт. Как плохо. Главное, что есть ведро. Что тут происходит? Все рушится. Мы опускаемся. Кстати, я могу идти, зажав левую и правую кнопкой мыши. Посмотрите. Сейчас. Вот. Прости, микрофон. Неужели мы будем спускаться на всю глубину бесконечной дыры? Почему такая музыка? Сменить перспективу? Давай. Джим! Это я, Джим. Играю с ведром. Сейчас. Плохо. Музыка, музыка, давай. Хочу. Хочу. Ну, давай. Смени восприятие. Восприятие, Джим. Сейчас. Хочу вовремя попасть. Не получается. Красавица. Во. Хорошо было. Плохо мне с ритмом. Смени реальность. Еще. Окей. Сменить реальность. Что? Воу. Что происходит? Боже мой. О, боже мой. Песики. Какие милые. Смени себя. Смени себя. О, блин. Это просто за этим одно наслаждение наблюдать. Воу. Какой интересный. Пластилиновый. Какой-то чувак. О, боже мой. Стэнли. 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 Стэнли, ты проснулся. Хорошо. Похоже, ты немного задремал. Уплыв в страну грез. Но так нельзя. Эта дыра такая увлекательная. Я хочу, чтобы ты не упустил ни секундочки. Не вздумай заснуть и что-нибудь пропустить. Так что я время от времени буду проверять, что ты полностью сконцентрирован на дыре. Похоже, мы с тобой проведем многие годы в этой дыре. И я предвкушаю каждую секунду. Будь на щеку, Стэнли. Я вернусь. Покеда. Ну, мы не можем выбраться из этой дыры. И каждый раз мы будем... Видите? Мы начинаем как бы скучать постепенно. И начинаем представлять... Опа! Никогда не будет конца. Эта игра не врет. Конца здесь никогда не будет. Только пока мы не выйдем из нее. Оп! Есть ли конец у этого видео? Мне очень интересно. Возможно ли конец здесь? Я не знаю. Хай!